Павлодарское судоремонтное предприятие, которому больше века, может лишиться своей территории. Местные власти рассматривают вариант изъятия двух гектаров земли под строительство школы. Предпринимателю вручили предписание и дали три месяца, чтобы он освободил участок. Евгения Мягченко разбиралась с ситуацией. Павлодарский судоремонтный завод на грани закрытия. Работает он на секундочку с 1911 года. Здесь ремонтируют вот такие баржи, теплоходы не только Павлодарской области, но и со всех близлежащих регионов, а также судотранспорт Российской Федерации. Ежегодно на заводе ремонтируются около 30 единиц флота. А само предприятие оснащено всем необходимым оборудованием. Завод единственный в стране, который может поднимать и обслуживать тяжеловесные суда. Рекордным был танкер весом 900 тонн. Если завод все же закроется, то судотранспорт со всего Казахстана придется гонять на ремонт в Омск. А это очень дорого. Да и средства из экономики страны будут утекать в другое государство. Возмущается директор предприятия. Для нас это была, конечно, полная неожиданность. Без предупреждения, без всего вызвали и сразу дали уведомления. Ликвидировать предприятие, не глядя, приехали, посмотрели бы все проще, не глядя, убрать. А куда людей мне девать? Хоть 300 человек, ну куда-то их девать надо. Руководитель предприятия не понимает, как его территория вообще попала в список для рассмотрения на изъятие. В генплане она отмечена красным цветом. Это означает рекреационную зону. Участка, который местные власти должны предоставить взамен, по Владаре тоже нет. Ведь для функционирования завода нужен затон и определенная глубина. А в палате предпринимателей вообще считают, что уведомления местных властей незаконны. По нашему мнению, даже не беря в учет то, что предприятия единственные, чисто из соображений законодательства, то мы считаем, что все уведомления преждевременные, так как, как я выше говорил, есть водоохранная зона, в чате которой строительство запрещено. Об этом нам рассказал и разработчик генплана. А вот в управлении образования объяснили, что острая нехватка ученических мест в микрорайоне Усолка наблюдается довольно давно. Необходимо строительство школы как минимум на полторы тысячи ученических мест. В Акимате отметили, что под строительство учебного заведения выбраны и рассматриваются три участка. Территория судоремонтного завода, 48 частных домов и территория социального объекта. В настоящее время наши архитекторы и наши инвесторы, они проводят изучение этих трех объектов, трех точек, смотрят конфигурацию, куда можно будет посадить школу. Однако, сразу же заместитель Акима уточняет, что изъять территорию 48 домов довольно непросто. Нужно договариваться с жильцами и приходить к компромиссу о стоимости. Социальный объект также непросто передислоцировать. Исходя из логики местных властей, гораздо быстрее ликвидировать целый завод. Ведь школу нужно начать строить уже в следующем году. Окончательное решение местные власти примут в течение месяца.